При въезде в Приднестровье на машине с иностранными номерами виньетку будут оформлять на автомобиль, а не на владельца, как это было раньше. Кроме того, на иностранных машинах можно будет работать. Накануне Верховный Совет принял поправки в закон в окончательном чтении. В парламенте ссылаются на международный опыт. В большинстве государств сбор виньетка уплачивается лишь за проезд автомобиля по дорогам и не зависит от того, кто сидит за рулем. Это дает возможность владельцам авто на иностранных номерах передавать право управления машиной по доверенности. В Приднестровье так делать было нельзя. На сессии Верховного Совета депутатами был в окончательном чтении принят ряд законопроектов, регулирующих деятельность именно в части сбора виньетки, ввоза иностранных транспортных средств нашими гражданами и иностранными гражданами, дающие им право передавать право управления не только близким родственникам, но и по доверенности, как у нас принято нашим действующим законодательством, без каких-то изъятий и дополнительных штрафных санкций. Кроме того, владельцам машин на иностранных номерах разрешили использовать автомобиль для коммерческих целей. На машинах с оформленными виньетками можно будет работать в такси и завозить товары для бизнеса. Верховный Совет также принял ряд поправок в бюджет этого года. Депутаты поддержали предложение правительства направить средства в Госрезерв. В прошлом году он позволил вовремя выплачивать зарплаты и пенсии. Подушку безопасности страны пополнят из остатков бюджета за 2022 год. Около 8 миллионов рублей получит пожарная охрана на пополнение автопарка, а более миллиона направят в фонд поддержки сельского хозяйства. 2023 в республике объявлен годом агропромышленного комплекса сельских территорий и сельского туризма. 47 тысяч рублей получит спортивный центр для людей с ограниченными возможностями в Дубосарах. А еще благодаря остаткам с прошлого года государство сможет завершить ремонт или строительство некоторых объектов из программы капвложений, где работы затянулись из-за отсутствия финансирования.